Приветствую вас, братья и сёстры. Приветствую вас. Давайте откроем Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я думаю, что в жизни Иисуса Навина наступил очень важный момент. Думаю, что важный этап на него он должен был занять место Моисея, он должен был, или вернее сказать, Бог хотел через него исполнить своё обещание, которое он давал Авраму. Обещание того, чтобы отдать Ханаан Израилю. Вот это обетование, которое было дано Авраму, наступил такой момент, и для народа Израиля, и для Иисуса Навина такой серьёзный этап в его жизни, большая ответственность на него. И я думаю, что он понимал, что это, или с чем он сталкивается, потому что, если мы читаем, видим, что он часто упоминается в Библии, есть некоторые стихи, которые показывают, что он был рядом с Моисеем, он служил ему. Поэтому я думаю, что он понимал вот эту всю серьёзность того, что его ждёт. Видя вот этот путь, когда они вышли из Египта, 40 лет в пустыне, видя этот народ, чем они сталкивались, он понимал, что это серьёзный этап в его жизни. И это непросто. Я думаю, что мы можем увидеть ещё в этой главе вот эти ключевые слова, которые есть в этой главе. Только будь твёрд и очень мужествен. Бог повторяет несколько раз. Будь твёрд и мужествен. Я думаю, что он понимал серьёзность вот этой должности, вот то, что ему Бог доверяет, вот этого служения. Он понимал, что это серьёзно, и это непросто. Бог говорит, будь твёрд и мужествен. Вот это качество, которое Иисус Навин должен был иметь для того, чтобы исполнить обещание Божие, которое Бог обещал Аврааму через Авраама и народу Израилю дать вот эту землю. Для того, чтобы Иисус Навин преуспевал в этом, но и не только в этом. Для того, чтобы у него был успех, и чтобы он был успешным человеком, Бог что-то говорит ему. Как он может преуспевать в этом и не только в этом. Что такое успех? Что такое успешный человек? Этот мир показывает или даёт нам какую-то информацию, как должен выглядеть успешный человек. Есть какой-то список, кто на первом месте, кто на втором, кто успешнее, кто менее успешный в этой жизни. Этот мир, есть какой-то стандарт, который они придумали, или есть какое-то определение, как они определяют, как должен быть успешным человек. Что такое успех? Если смотреть на этих людей, которые, возможно, мы слышали, знаем о них, мы знаем, какой-то занимают пост или какой-то успех в какой-то сфере, слыша о них, может быть, мы читали какую-то биографию или какие-то новости. Мы можем заметить, что они имеют успех в какой-то сфере, но в чём-то они не преуспели. Смотрим, что они достигли какого-то успеха, но когда считаешь о ихней жизни или где-то в информации, или в новостях, или ихнюю биографию, ты видишь, что где-то они не преуспели. Они достигли какого-то успеха, но они потеряли своих друзей. Они достигли какого-то успеха, они потеряли свои отношения с женой, с детьми, с родителями. И вот Бог предлагает Иисусу Навину, чтобы Он преуспевал в этом, предлагает Ему успех, который будешь успешен в путях твоих. Это не просто один путь, это та сфера, которая есть в твоей жизни. Бог говорит о успехе, который охватывает всю сферу нашей жизни. вот как Бог предлагает вот такой успех Иисусу Навину. И что нужно было сделать для того, чтобы преуспевать, для того, чтобы быть успешным не только в одном, не только в этом, но действительно, чтобы этот успех охватывал всю сферу, всю сферу жизни. Итак, первое, именно в этом стихе, первое, что говорит Бог Иисусу Навину, закон не должен был отходить от уст его. Не должен, да не отходит себя книга закона от уст твоих. Первое, что нужно для того, чтобы быть поистине успешным, преуспевающим человеком, это должно быть пребывание в Его Слово. Мы должны пребывать в Его Слово. Почему? Потому что Его Слово, Библия, охватывает все сферы нашей жизни. Потому что Слово Божие охватывает все сферы нашей жизни. В Слове Его описано, какой Бог, мы узнаем, кто есть Бог, мы узнаем, кто мы, мы узнаем, что мы призваны общаться с Ним, прославлять Его, какое наше призвание. Мы узнаем, какие взаимоотношения должны быть с людьми, с женой, с детьми, в бытовые, как мы должны поступать в этом мире. Вот Библия охватывает всю сферу нашей жизни. Поэтому для того, чтобы быть успешным не только в какой-то сфере, но вот чтобы этот успех охватывал всю сферу нашей жизни, мы должны пребывать в Писании. В нашей жизни, я думаю, что может я анализирую свою жизнь и видя, что очень часто хочу достичь какой-то цели, какого-то успеха. И для этого требуется какого-то времени. Должен что-то, может быть, если нету средств, где-то учиться, ты ищешь какую-то информацию в интернет для того, чтобы пройти какие-то тренинги, курсы, может быть, кто-то из нас учится, очень много времени тратить на того, чтобы достичь, иметь успех в какой-то сфере. Я не говорю, что это не важно, это важно. Но порой мы вот эту информацию, которую предлагает нам этот мир, мы убираем вот Слово Божие с этого основания, которое приводит к истинному успеху, мы убираем Слово Божие с основания и ставим что-то другое, что нам кажется, что это лучше. И вот то, что должно происходить, на самом деле основой должно стать Слово Божие, а все остальное это просто помогает нам достичь какой-то цели в какой-то сфере, где я работаю или где я учусь. Но основанием должно быть Слово Божие, потому что оно охватывает всю сферу моей жизни. Оно обо всем говорит, я могу быть успешен в какой-то части, в какой-то сфере, но при этом не преуспевать в отношении с людьми. А в любой работе отношение с людьми это очень важно. Важность пребывания в Слове. Один верующий человек, верующий брат, он из Америки. В его жизнь случилась трагедия. Он на работе, работая на заводе, он потерял, у них случилась катастрофа, он потерял зрение. Именно на заводе случилась какая-то авария. Я не знаю подробностей, но я знаю, что он потерял зрение. И он был искренним христианином, и он хотел читать. У него было большое желание читать Библию. И вы знаете, что есть специальные книги для людей, которые не видят, и они могут руками чувствовать буквы и читать. но у него еще одна проблема. Он потерял обе руки. И он не мог читать. У него было очень большое желание. Для него большим разочарованием стало то, что он не мог читать Библию. И прошло какое-то время, и он узнал, что есть сестра в Англии, и у нее такое же обстоятельство, как у него. Она также и не видит, и нет рук, но она читает губами. Она касается губами вот этой Библии, специальной Библии, и она чувствует буквы, и она читает. Он обрадовался и начал пробовать читать губами, но у него оказалась еще одна проблема. Из-за больших ожогов, которые его были на лицо, он потерял чувствительность губ, и он не мог губами чувствовать. Вот он пробовал, несколько раз пробовал, и один раз, когда он пробовал читать губами, он случайно языком коснулся вот этой книги, и он понял, что он языком чувствует букву. И он в 2003 году прочитал так три раза Библию. Я подумал себе, он в таких обстоятельствах находится, и как он важно, вот оценил важность Слова Божия в его жизни. Я смотрю на себя, я здоровый, у меня есть руки, я вижу, я могу ходить. Я задал себе вопрос, неужели я не могу найти в каждый день время для того, чтобы читать Библию? Найти для меня в этом году вот этот стих, и эта история по-особенному. Я начал смотреть на Библию по-особенному, и каждый день у меня есть время, чтобы читать. я по себе вижу, что каждый день у нас есть возможности читать Библию. Вот первое, нужно понять вот эту важность, основание для того, чтобы быть успешным во всех сферах нашей жизни, потому что Библия охватывает все сферы нашей жизни. это первое, пребывать в Писании, находить время, и я думаю, что каждый день мы можем находить время, прочитать одну главу, минимум один стих. Мы можем находить это время, если бы мы захотим. Второе, но поучайся в ней день и ночь. Второе, это размышлять. Первое, это пребывать. Для того, чтобы размышлять, нужно читать. Нужно читать Библию для того, чтобы ты мог размышлять. Это очень важно насчет размышлений, потому что у нас есть время размышлять. Вот мы едем в машине, мы о чем-то думаем. Вот в чем мы пребываем, на что мы тратим время, а на то мы и думаем. Вот если мы будем пребывать в Писании, скорее всего, что мы часто будем размышлять о Писании. Вот я читаю Библию, есть какой-то стих, который касается меня. Знаете, я еду на работу, я размышляю о нем. Я работаю, я не знаю, где вы работаете, но у меня бывает время, когда я работаю, я размышляю о каком-то стихе. Я еду домой, с работы в машине и я размышляю. И знаете, для меня это большая радость, потому что открывается богатство, какой является Бог, какие обетования Он дает, что Он говорит мне, как Его ребенку, что Он мне открывает. И для меня это великая радость. Вот это размышление, почему это важно? Не только важно читать, но и размышлять, потому что размышляя, мы оставляем вот это Слово в наше сердце. И оно остается там. И становятся какие-то обстоятельства, тяжелые моменты в нашей жизни или других людей какие-то обстоятельства. Мы можем вспомнить вот эти стихи, которые мы размышляли, которые Бог что-то обещал нам, или Бог что-то говорил, и они нам помогают проходить. Или другим людям мы можем говорить, есть в Библии такой стих или такое место Писания, и оно говорит об этом. Потому что я размышлял, и вот эти слова остались в моем сердце. Итак, первое, мы должны пребывать в Божьем Слове для того, чтобы быть успешным человеком во всех сферах. Второе, размышлять, чтобы вот это слово оставалось в нашем сердце, и чтобы оно приносило плод. И третье, ему следовало исполнять все, что написано в книге. Вот то, что должен был Иисус Навин сделать, не просто пребывать, не просто говорить слово, не просто рассуждать, но и третье, исполнять. Мне кажется, одно из самых сложных, потому что мы можем находить время, читать, размышлять, хотя тоже это надо научить себя, заставить себя для того, чтобы иметь вот это постоянство, но и третье, исполнять. Вот это практика жизни, когда есть разные обстоятельства, разные люди встречаются в нашей жизни, и нам нужно вот проявить, вот чтобы это слово, оно ожило, чтобы слово не просто было буквой, но оно было жизнью в нас, чтобы мы просто, не просто читали, но вот эти слова, они становились живыми для нас. Я учился в университете, и один из предметов была философия. И вот в философии включены разные религии, они изучают, и одна из них, они изучают и христианство. И тоже есть задание читать некоторые книги из Библии, они читают Библию. Вот эти люди, они читают Библию, но для них Библия, они просто прочитали. Это нету что-то живое, нету практичности, они просто прочитали, поэтому этого недостаточно, просто прочитать и размышлять, нужно и практиковать вот это слово. Оно должно становиться живым для нас, мы должны не просто рассуждать, но и исполнять Божье Слово для того, чтобы мы были успешны во всех сферах нашей жизни. Если смотреть на жизнь Иисуса Навина, мы увидим, что на самом деле Он исполнял, Он исполнял Божье Слово, Он пребывал в Нем, потому что Бог дал Ему, Бог дал Ему силы, и Бог, Он провел народ, Он исполнил вот это Его предназначение, Его призвание, то служение, которое Бог возложил на Него, Он исполнил это. На самом деле, Иисус Навин является примером, являлся примером тогда для израильского народа, является примером для нас того, что Он успешный человек во всех сферах своей жизни. Помните, Он говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Это означает, что Он не просто был священником Израиля, но Он был священником и своего дома. Он знал, что в Его доме есть порядок, дети и жена, они поклоняются вместе Богу. Он знал это решение, Он знал, что Он вложил в них, Он находил время для этого. Он был успешен не только там, но Он был во всех Его путях, имел успех, потому что Он пребывал, в Его Слове исполнял, Слово размышлял о Нем. Так в одном из своих прощальных обращений к народу Иисус Навин сказал такие слова. Это 23 глава, 6 стих. «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево». Просто своей жизнью Иисус Навин показал и оставил вот эти слова израильскому народу и нам, чтобы мы искали Его Слово. Вот это письмо, которое Бог оставил нам, своим детям, чтобы мы искали узнавать, какой Бог, то мы, чтобы, потому что вот это Слово, оно охватывает все сферы нашей жизни, и мы тогда можем иметь истинный успех. Не тот успех, который предлагает этот мир, а Божий успех, который является истинным, он охватывает все сферы нашей жизни, он говорит обо всем, чтобы мы размышляли о Его Слове и были исполнителями Его Слова, так, как был Иисус Навин. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.